Симулянты есть в каждом виде спорта, особенно в футболе. Но кто бы мог подумать, что такие ничтожества, которые благодаря обману и читингу добывают грязную победу, могут быть в ударных видах спорта, где дух и характер – главное качество. Но они есть! Привет, летящие на крыльях грез подводные утконосы! Вы на канале Муайтай Сикея Яфедорович. Покажу вам красавчиков, которые с помощью обмана и дисквалификации противника решили выиграть бой. В нашем первом бою сошлись Ази Томас против Марио Саида. В этом бою благодаря дисквалификации выиграл Саид, с чем Томас был явно не согласен. Что же произошло и как этот великий воин добыл свою славную победу? Очень просто. Упал в овморок, как прелестная дама от бесконтактного удара пяткой. Да, именно бесконтактного. На повторах видно, что сначала Томас черкнул Саида по голове, но тот обернулся к рефери и начал говорить, что так нельзя. А только потом, подумав, упал в овморок. Причем явно видно, что второй удар пролетел рядом, даже его не задел. А самое смешное то, что оба эти удара были в рамках правил, так как Саид сидел на канвасе, не трогая его руками. А значит, бить его ногами можно было. Но рефери дисквалифицировал Томаса, отдав победу Саиду. Кто из этих двоих больше остолоб, напишите в комменты. А за такой подлый поступок этот шайтан Саид был наказан кармой в следующем же бою, свалившись в нокаут и получив неприятный знак от победителя. Далее переходим к бою Пола Дейли против Джоша Костчика. Костчик, наверное, будучи фанатом Неймара, решил применить его фишки в поединке по ММА. В одном из моментов Костчик хотел сделать проход в ноги, но Дейли отдавил его руками и нанес удар коленом. Вот только не попал. Но Костчик так ярко и громко начал апеллировать к рефери, что даже Неймару можно у него поучиться. Но на повторах явно видно, что колено прошло мимо и даже не черкнуло голову Костчика. Но и тут есть двоякость ситуации, ведь в момент удара колена Костчик не трогал канвас руками, поэтому его можно было бить коленом. Дейли не дисквалифицировали, но сняли очко, и Костчик выиграл бой по очкам. Но Дейли утешился одним. Уже после гонга он сделал не менее подлый поступок с Костчиком, отдав тому должок подлым боковым. В общем, эти два бешеных единорога оказались достойны друг друга. Кстати, в следующем же бою Костчик все-таки получил коленом в голову из такой же ситуации. Правда, на этот раз точно и больно. Сейчас полюбуемся боем Александра Емельяненко против Эдди Бэнкстона. В этом бою Саня заслуженно получил звание мастера бесконтактного боя. А дело было так. Бэнкстон приехал в Россию заработать денег, но здоровье за это отдавать он не хотел. Поэтому разработал хитрый план. Первые 30 секунд боя он бегал и вязался в клинч. А потом упал в глубокий и отчаянный нокаут от Джеба. От Джеба, который даже не достал до головы. На повторах четко видно, что Джеб от Емельяненко был не сильный, и Бэнкстон успел на него среагировать, выставив руки. Но, наверное, почувствовал пятой точкой, что следующий удар может быть реально нокаутирующим, и решил сыграть в мертвого таракана. А на закуску у нас мега заруба Лури Алькантеры против Педро Нобре. Алькантера доминировал весь бой и делал снабра что хотел. Пытался проводить болевые, удушающие и, самое главное, очень удачно добивал в партере. Нобре почувствовал, что хромому оленю от волка не уйти, решил вспомнить свои уроки в театральном кружке школы и всем видом показал, что получил удары по затылку. Он растирал затылок рукой и красочно терял сознание. Рефери купился на этот трюк и установил поединок. Но на повторах четко было видно, что по затылку не было сделано ни одного удара. Даже Дана Вайт сказал в интервью после шоу, что это была симуляция. В общем, бой объявили несостоявшимся. Но после шоу Алькантера получил бонус за выигрыш. А Нобре выгнали с UFC. Вот так-то. Пишите в комменты, какой приемчик возьмете себе на вооружение. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят на спецов секретных техник. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует... Продолжение следует...